МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вот у нас, например, долина Савалан. Вот почему я сказала, мы одна из первых компаний, которая решила сделать упор на туруальность. И наше вино называется Савалан, потому что мы хотим показать ребятам, вот это долина Савалан. Виноград впитывает сок, вкус земли, климата, солнца, гор окружающих, ветра, воздуха. Вы не представляете, последние пять лет идет охота на туруальное вино. И я считаю, что это правильный и верный путь показать, как влияет климат на вкусовые особенности винограда. Вкусовые особенности виноградного вина оценили гости выставки. Некоторые впервые знакомились с азербайджанским вином, а кто-то знаком с ним еще с советских времен. Например, с портвейным Агдам. Вы попробовали вино сейчас? Да, Агдам потрясающе вообще просто. Вот белое вино я попробовала, мне не понравилось. А Агдам, ой, я правда в Советском Союзе его не пробовала, но муж говорит, было хорошее. А здесь классное. Но, к сожалению, не продают. Я бы с удовольствием купила. Во вкусе все прекрасно. Благородное, сбалансированное вино. Продегустировал махмарею. Очень вкусно, прямым качеством органика. Это прям даже чувствуется. У него очень приятный запах и очень приятный вкус. Могу сказать, это очень качественное вино. Вам есть 20-й год, вам можно пить? Да. Вином Азербайджана есть чем удивлять. На выставке было представлено органическое вино. На российский рынок они вышли совсем недавно, но планы большие. Мы хотим российскому потребителю преподнести качественный азербайджан с продукцией, чтобы у них сломался этот стереотип, что Азербайджан – это страна, где добывается нефть и газ, где выращиваются фруктовыщи. Но они никак не рассматривают Азербайджан как сторону производителя качественных алкогольных продукций. Но это неправильно. Мы хотим сломать этот стереотип, и я думаю, что у нас это получится. И как же можно знакомиться с вином без сыра? На выставке были представлены разные его сорта. Но самым популярным оказался крафтовый. Его производит ферма полного цикла Салькова под Сергиевым посадом. К какому вину подходит ваш сыр? Я думаю, подойдет к любому вину. Наш сыр, он какой-то такой универсальный, индивидуальный вкус имеет. Чем-то похож на пармезан, чем-то похож на грюгер известный. Но наш сыр Салькова, он вообще не имеет, мне кажется, каких-то ограничений. Его кушаешь и хочется кушать. Посетил выставку вина и черный принц. Это королевский гранат, который выращивается только в Азербайджане. Свежевыжатый сок граната и гранатовый соус покорили москвичей. Восхитительно вкусно. Нереально. Знаешь, что это из Азербайджана граната? Да, да, да. Уже посмотрели, увидели. Очень вкусно. Очень приятный мужчина. Доброжелательный. У нас в своей плантации около тысячи деревьев. Вот, прекрасный, великолепный гранат, который выращивается круглый год. Можете пробовать и получать удовольствие. Кроме вина, гости выставки могли познакомиться с продукцией разных регионов России. Это алтайский мед, воронежский сыр, северные колбасы и многие другие натуральные и вкусные продукты. В этом году выставка продлится всего три дня. Но организаторы уверены, что в следующем году у них получится расширить и временные рамки, и географические. Редактор субтитров А.Семкин